Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро, 29 июля на календаре. Сегодня в этой студии, это утро с вами начнем мы, Анастасия Смоловская, Евгений Копейн и наш гость, политолог, руководитель общественно-политического центра Проведус Вита Кажека. Доброе утро. Здравствуйте. Во втором части ко мне присоединится Олег Пека. В этом части я одна проведу интервью. Вы звоните, задавайте свои вопросы, если такие у вас есть. 67212-93.9, 67213-93.9. Номер WhatsApp тоже к вашим услугам 2306191. Если позволяет ситуация, руки свободны, то можете и в письменном виде задавать вопросы или высказывать свое мнение. Ну а мы начнем, наверное, с одного такого самого яркого для Европы события, которое на позапрошлой неделе, вернее нет, в начале прошлой недели все-таки к логическому концу своему пришло и было достигнуто соглашение о создании Фонда восстановления экономики. И господина Каринша тоже отметили, причем европейские средства массовой информации и американские средства массовой информации как такого яркого участника этого процесса. Что вы по этому поводу можете сказать? Это действительно большое событие для Европейского Союза. Много причин. Одна из причин это такова, что на этот раз лидеры государств договорились про бюджет для следующих 7 лет раньше, чем это было 7 лет назад. Все-таки они откладывали это решение до последнего момента, так как сейчас эпидемия COVID, решили все-таки 5 дней работать, но договориться хотя бы о чем-то. Второй фактор, который делает этот бюджет особенным, это размер этого бюджета. Все-таки казалось, что с уходом Великобритании из Европейского Союза, Европейский Союз как-то будет менее амбициозен по своим программам. А оказалось наоборот. Опять же, ситуация с COVID мотивировала Европейский Союз двигаться вперед более быстро и с более большими амбициями. И третья причина, почему это довольно особенное решение, это для Латвии, потому что в течение последних 7 лет мы много слышали, что европейские деньги заканчиваются. Я думаю, что этот период, когда Латвия могла инвестировать свою инфраструктуру из европейских денег, больше не продлится. Но оказалось, что на следующие 7 лет Латвия ничего не теряет, даже больше финансирования бюджета Европейского Союза будет даже больше. Так, да, был неожиданный бонус для всех и удивление, что еще больше, чем то, за что мы боролись изначально. Это показывает, насколько быстро все-таки события меняются в Европейском Союзе. То, что оказалось почти невероятно несколько месяцев или год назад, оказывается в новой ситуации, что это совершенно реалистично. Этот бюджет также очень особенно из-за того, что страны Европейского Союза взяли совместный долг. И это также что-то новое для Европейского Союза, потому что это предпосылка для будущего бюджета Европейского Союза, более активной фискальной политики. Когда для стран Европейского Союза не только единая национальная валюта, но также они могут создать какие-то способы для стимулирования своих экономик, чтобы поддержать своих людей. До сих пор это было почти невообразимо. Но из-за ковида, из-за того, что Меркель на своем посту последний год канцлера Германии, и она хотела оставить что-то после себя, и чтобы Европейский Союз не развалился, пришлось принять такое решение, что, конечно, означает несколько шагов вперед по отношению к Европейскому Союзу, если сравнивать с тем, что Европейский Союз был только два года назад, когда были все эти кризисы с беженцами, еще с Грецией, с выходом в Великобританию и так далее. Тогда казалось, что дни Европейского Союза сочтены. В данный момент кажется, что для Европейского Союза есть будущее. Но вот это тоже такой момент тонкий, потому что когда только-только пандемия начиналась, и мы слышали очень много от того же президента Франции, господина Макрона, что существуют всевозможные риски для Европейского Союза. Италия была обижена и активно, не стесняясь, об этом заявляла. И, в общем-то, многие думали, что вот теперь мы поделились, границы установили, грубо говоря, и так, наверное, останемся, каждый будет сам по себе. И тут вдруг такое яркое возрождение, вот эти вот, то, что вы упомянули, что очень большой бюджет, что общие обязательства, что тоже как-то связывает, и теперь уже просто так никто там хвостом не махнет, не выйдет. Потому что есть вот эти общие обязательства. Это тоже такой кризис, получается, был не кризис, и все-таки Европейский Союз сильнее и сильнее показывает какую-то общность. Ну, для Европейского Союза это довольно симптомно, что он развивает этот Союз через кризисы. Когда времена не кризисные, когда кажется, что все в порядке, страны и общество между собой иногда ссорятся, и одним кажется, что они больше получают выгоды из Европейского Союза, другим меньше, одним кажется, что они лучше бы были сами по себе, другие, как-то видите, центры Европейского Союза. Но кризисы показывают, насколько важно действовать совместно, потому что в нынешнем мире очень трудно даже большой стране быть оторванной от других стран. И всегда оказывается, что все-таки какие-то совместные действия, они более экономные и более целесообразные. И поэтому Европейский Союз исторически он развивался, отвечая на кризисы, развивался тогда, когда уже развиваться, ну, не развиваться означало бы распад Европейского Союза. На данный момент кажется, что Европейский Союз это довольно сильная организация, но она такого не была еще несколько лет назад. И все эти функции, с которыми сейчас занимается Европейский Союз, недавно были в компетенции каждой из стран-участников Европейского Союза. Но приходя через все эти кризисы, которые затрагивали не только одну страну, а много стран, всегда оказалось, что есть целеобразность создавать какие-то совместные институции, совместные бюджеты, чтобы вместе преодолеть эти кризисы. И вот такой очень, не слишком рациональный, но такой был путь Европейского Союза. Нет ли здесь тоже рисков для, не хочется сказать, потери, может быть, какой-то индивидуальности, но, в общем-то, что все становится вот таким вот европейским, а национального, в хорошем смысле этого слова, остается там все меньше. Мы используем деньги европейские, о чем мы говорили, что мы сидим на этой игле, что надо бы с нее слезать. Но мы видим, что сейчас опять 7 лет нам будут доступны фонды, может, и не так плохо это, что все меньше и меньше остается вот, например, нашего латвийского или там итальянского, французского, а все просто европейское. Хорошо это или плохо? Мы, с одной стороны, к этому стремимся? Ну, когда мы едем по Европе, мы видим, что различия между странами все-таки еще довольно большие, и вряд ли они когда-то перестанут быть. Но да, есть какие-то вопросы, где Европейский Союз, просто совместно действуя многим странам, может сделать вещи лучше. И поэтому интересен был эксперимент предыдущего или правительства Великобритании еще перед Брекситом, когда они делали много исследований по поводу того, есть ли какие-то компетенции, от которых Европейский Союз может отказаться, чтобы Великобритания сама это сделала бы более эффективно. И они эти исследования проводили в течение, мне кажется, двух лет. Там были 21-22 репорта с выводами, и оказалось, что, в общем-то, и нет. Потому что те компетенции, которые были даны Европейскому Союзу, всегда там была какая-то мысль и всегда какие-то основания, почему это лучше делать на совместном уровне, а не на уровне стран-государств. Но, конечно, могут быть какие-то случаи, когда есть какие-то конкретные вопросы, которые страны хотели бы решать сами. И на данный момент таких вопросов довольно много. Но самое существенное, по которой сейчас проходит больше всего дискуссии на уровне Европейского Союза и в странах, что сделать здравоохранением. Потому что до сих пор это казалось такой типичной компетенцией самих стран. Но эта пандемия показала, что там есть очень много аспектов, которые хорошо было бы урегулировать на совместном уровне. И поэтому и в новом бюджете есть какие-то предпосылки для совместных политиков в области здравоохранения. И сами государства на данный момент думают, а что же делать дальше. Потому что если так продолжать, как это было во время этой пандемии, когда каждое государство может скрыться от других, просто закрывая рубежи, это не слишком хорошо не для этой конкретной страны, не для Европейского Союза в целом. Так что всегда дискуссии проводятся по этому вопросу, сколько компетенций нужно давать Европейскому Союзу, а сколько все-таки оставить самим государством. Нет ли здесь риска некого стеснения, высказывая свое мнение как государство, потому что мы получили хорошие деньги, например, от Евросоюза, мы, в общем-то, состоим в Евросоюзе, и у нас должно быть какое-то общее мнение, общая позиция, о которой мы нередко слышим, что мы солидарны с нашими партнерами. Но при этом есть моменты, где интересы Латвии нам кажется, что это важнее. Не будет здесь некого стеснения со стороны политиков, например, потому что мы как бы в Евросоюзе, но ничего тут потерпим, там потерпим. Ну, конечно, для того, чтобы 27 государств между собой договорились, там нужны какие-то компромиссы, где надо договариваться. И поэтому этот новый бюджет, никто с ним особенно не рад, этим бюджетом. Но, с другой стороны, все думают, что лучше этот бюджет, чем никакой бюджет. И такова мысль, мотивация позади почти каждого решения Европейского союза. Потому что, ну, все-таки, да, у каждой страны есть свои интересы. И мы видели во время переговоров по бюджету, насколько эти интересы разные у разных стран Европейского союза. Но также есть и один совместный интерес. Это все-таки не допустить, чтобы те плюсы, которые связаны с участием Европейского союза, ушли или союз развавлился из-за того, что какая-то из стран слишком яростно настаивает на свои конкретные интересы. Поэтому переговоры про бюджет недавно среди лидеров государства, они проходили не два дня, как было запланировано, а пять лет и по ночам, и рано утром. И лидеры этих 27 стран пытались договориться. И это трудно давало всем именно потому, что у каждой страны есть свои интересы и есть какие-то очертания, возможное пространство компромисса, за которые она не хотела бы выйти, потому что иначе избиратели в данной стране могут плохо на это реагировать, и просто этого премьера или президента больше на следующих выборах не выберут. Так работает Европейский союз. Вопрос от нашего слушателя. Какой смысл пребывания Латвии в Евросоюзе? Латвия для ЕС и Жди Венис, партнер, жертва, ученик. И еще возможные варианты, может быть, от вас. А какая польза для Латвии? Смысл, да, да, да. Для Латвии, мне кажется, очень много пользы. Наша экономика очень выросла во время пребывания в Европейском Союзе. Если мы сравниваем с теми странами, которые были, ну, похожи на Латвию, но не вошли в Европейский Союз, мы видим, что там, ну, выросла экономика и не был так быстро. Также, конечно, открытые рубежи, то, что мы можем работать в других странах, мы можем там учиться, мы можем переехать, другие люди из других стран могут ехать к нам, экономик и так далее. Также, конечно, это совместная, совместная... Экономическая зона? Не только экономическая, но также верховенство закона и все эти вещи, которые связаны с демократией, с правами человека, все-таки нас очень дисциплинирует то, что мы находимся в Европейском Союзе, не только нас, но и других стран. И поэтому это также один из тех вопросов, где разные страны Европейского Союза иногда на какие-то вещи смотрят не одинаково, но с другой точки зрения их все-таки дисциплинирует то, что другие страны могут посмотреть на них, как-то слишком недостойных быть в Европейском Союзе. И поэтому один из самых основных вопросов о переговорах про этот бюджет было именно про вопрос того, что сделать с теми странами, которые не соблюдают общие ценности, особенно по вопросам верховенства закона. И для Польши и Венгрии эти переговоры были очень трудные, потому что некоторые страны очень настаивали на том, чтобы бюджет Европейского Союза был как-то связан с тем, соблюдают ли те страны, которые получают эти гранты из Европейского Союза, общие ценности или нет. И там именно наш премьер Каринч сыграл роль такого медиатора, который пытался найти какой-то компромисс между теми странами, которые не хотели такой надзор, и теми странами, для которых было очень существенно, чтобы такой надзор был. Еще один вопрос. Почему права человека не распространяются на русских, а запрете обучаться на своем языке? Права человека в Европейском Союзе распространяются на всех, но конкретной ситуацией их как раз рассматривает суд. Если там есть основания подозревать, что такие права не соблюдаются, и они охраняются внутри Европейского Союза, тогда суд – это та инстанция, где это можно рассмотреть. Но то, что в многих странах есть какие-то вопросы, которые очень спорные внутри их общества, и этот вопрос, который только был упомянут в Латвии, в латвийском обществе, самый спорный, мы видим наиболее большой поляризации между латышами, русскоязычными жителями Латвии по вопросу обучения языка в школах. Они должны как-то это решить внутри своего общества, но, конечно, соблюдая те стандартные права человека, которые обязательны для всех стран Европейского Союза и всех стран Европейского Совета. Так что, если там какие-то вопросы о том, насколько это отвечает правам человека, и это не может быть отвечено в сфере политики, тогда та институция, которая может на это дать какой-то ответ, это суд. Еще один вопрос, такой очень европейский, поднятый Америкой на этот раз, но перекинутый, конечно, и на страны Европы в том числе, это тема расизма, которая началась тоже после такой активной фазы пандемии, и мы видели, что и памятники сносили, и, в общем-то, люди, ну, откликнулась в них эта тема достаточно активно. Ваше мнение на этот счет, как Латвия на фоне всех выглядит, потому что мы тоже видим, что особенно сейчас, когда вопросы с тем, кто привозит вот эти случаи заболевания, просят отчитываться, это приезжие, не приезжие, зарубежные студенты, в общем, это тоже всегда для нас было достаточно такой темы, может быть, не первой на повестке дня, но все равно она присутствовала. Сложный вопрос, там много аспектов. Конечно, вопросы расизма, они не только вопросы США, это также вопросы Европы, которые связаны особенно с теми странами, которые раньше руководили, которые раньше были империями, центрами империи, колонийальными странами, которые сейчас также перемысливают, а что же в ихней истории такого, с которым все еще в нынешнем веку нужно гордиться, а по отношению к кому все-таки надо пересмотреть какое-то свое отношение. И для Великобритании, и для Франции, и других стран, которые были часть, которые руководили империями, колональными империями, это, конечно, очень-очень существенные вопросы. И мы видим, что те дискуссии, которые сейчас происходят в США, очень повлияли также на дискуссии внутри этих стран Европейского Союза. В Латвии мы, мне кажется, не настолько много ощущаем эти дискуссии. Действительно, какие-то дискуссии были, но это не слишком много, потому что в Латвии не слишком много людей, которые отличаются от большинства. Но среди натышской и русскоязычной жителям Латвии почти нет разницы. И поэтому это вопрос какого-то другого порядка. Жители Латвии или граждане Латвии с другим цветом кожи, их не так уж много. Но те, которые здесь живут, они высказываются в средствах массовой информации, говорят про свой опыт, и действительно они утверждают, что в латвийском обществе есть расизм, что означает, что это и наша проблема. Это, конечно, также проблема, которая ухудшается с тем фактором, что мы все-таки становимся более богатой страной. И в Латвии приезжает много людей на заработки из Центральной Азии, из Молдовы, иногда из Пакистана, все больше из Индии. И отношения по поводу к этим людям, особенно из стран, которые представляют мусульманских стран, для латвийского общества все довольно болезненно, потому что наши люди не привыкли к таким религиям, к таким людям с таким цветом кожи. И поэтому пройдут, наверное, годы, может быть, даже больше, пока у нас будет нормальная дискуссия, как же мы строим интегрированное общество. Не думаю только про отношения латышей и русскоязычных жителей Латвии, где проблемы, может быть, не слишком большие на данный момент, кроме нескольких поляризованных вопросов. Но как же мы будем развиваться как открытое европейское государство, где живут очень-очень разные люди с разными оттенками кожи и разными религиями. И для Латвии, я думаю, что этот вопрос будет также нелегкий вопрос. Это нелегкий вопрос ни в одном обществе. Нет ли здесь, может быть, вы замечали, не знаю, но вот по наблюдениям так, что всё-таки люди, которые отличаются от нас, грубо говоря, тот же Хасам Абу Мэри, но он политик, уважаемый человек, он медик, к нему, наверное, мало кто сейчас уже придерётся. Есть там люди, которые приезжают из Индии, вот мы тоже общались с томатологом, женщина выучилась у нас в университете, осталась, но она вот выглядит как представитель Индии. И к ней тоже сейчас уже достаточно толерантно относятся, и всё нормально. Но вот ребята, которые на велосипеде развозят вольт или болт, к ним другое отношение. То есть если ты уже приезжаешь с каким-то багажом, имеешь какой-то статус, тебе как бы вот эти вопросы расизма и ущемления, они как бы не особо относятся. А если ты вот на начальных этапах своего становления жизненного, то к тебе как-то с таким пренебрежением неким относятся. Ну, конечно, чем лучше мы знаем человека, чем меньше у нас предрассудков по отношению к этому человеку. Я бы сказала, что Латвии, наверное, расизм на улицах – это большая проблема, чем такой жёсткий расизм в головах людей, который не меняется даже после того, как они встречались с каким-то мусульманином или человеком из Африки, который оказался очень хорошим человеком, который много даёт для нашего совместного общества. просто, ну, в Латвии есть на данный момент довольно много стереотипов, особенно по отношению к одной конкретной группе людей – это мусульмане. Мы вот сейчас видели Ребекка Кохо, как только она… Почитать комментарии, там очень много всевозможных комментариев. Хотя… Да, но это относится не только к мусульманам, которые, ну, носят, носят, которых можно отличить на улицах, но также всем, почти всем представителям этой религии, когда мы смотрим и разговариваем с людьми в Латвии и в разных регионах, и когда спрашиваем, почему именно у них плохое отношение к миграции, это обычно объясняется не, например, с гестарбайтерами из Украины или из Молдовы, а скорее действительно страхом от мусульман. И, мне кажется, основная причина – это потому, что, ну, латвийское общество довольно мало встречалось с представителями этой религии, больше видело разные, ну, материалы, средства массовой информации, связывая это с терроризмом. И поэтому, ну, все-таки, несмотря на то, что рубежи, ну, на данный момент, может быть, они закрыты, но у них все-таки когда-то откроется, когда-то эта эпидемия закончится, я думаю, со временем, больше знакомясь с глобальной средой в нынешнем мире, все-таки люди Латвии будут, ну, менее опасаться других людей, чем это на данный момент. И действительно, в случае с Ребеккой Кохом, он довольно показателен, потому что, ну, люди такое превращение как бы не принимают, и что интересно, по разным причинам. Это не слишком нравится ни либералам, ни консервативным людям, поэтому, да, эта дискуссия для Латвии со временем будет все более и более нужна. А почему либералам не нравится? Ну, либералам не слишком нравится, что женщина решила, решила, что она должна прикрывать все свое тело, что она должна соблюдать все очень строгие принципы ислама, но что она берет на себя одну из самых экстремальных версий ислама, но самую консервативную версию ислама, потому что, например, в Турции, Малайзии или в других странах, ну, настолько женщины себя не ограничивают, даже если они мусульманки, и поэтому это не слишком понравилось и либералам. Так что это вопрос того, что мы еще не знакомы с такими случаями, но таких случаев будет все больше и больше, особенно потому, что возвращаются на жизнь Латвии те люди, которые уехали в Великобританию, в Испании, в другие страны в течение последних 20 лет. Иногда у них партнеры, люди с другой цветом кожи, иногда они также мусульмане или представители других религий, и вся эта пёстрость дынешнего мира, она особенно в Риге, но все больше и в других частях Латвии, она появляется на улицах, и люди как-то на это стали реагировать. И как на это реагировать, это такая дискуссия, которая у нас в обществе особенно и еще не была, потому что все все-таки очень фокусировались на вопросе отношений латышей и русскоязычных жителей, а сейчас все-таки мы видим, что латыши и русскоязычные жители Латвии очень-очень между собой похожи, там почти нет культурных различий, но глобальная среда показывает, что в Латвии также появляется представитель совершенно других зрений на мир. Надевайте наушники, примем звонок, дозванивается до нас слушатель. Попрошу коротко, единственное, задать вопрос, не так много времени. Доброе утро. Доброе утро. Очень повеселило, конечно, утверждение, что Европа здесь замечательно справлялась с кризисами. Это, конечно, мы помним и кризис с мигрантами, и кризис с ковидом, как все позакрывались в своих квартирках. Но ладно, не об этом. А у меня два вопроса. Первый. Вы говорили о том, что сейчас запущена новая семилетняя программа помощи, будут деньги раздавать. А откуда эти деньги возьмутся? Это Европейский Союз печатный станок запускает или какие-то другие источники денег? Там Германия подарит эти деньги, другие страны, доноры. И второй вопрос. Вот вы сейчас очень долго рассказывали о том, что всем людям там с разными религиями, с разным цветом кожи надо жить там в мире и в дружбе. Но в то же самое время в Латвии в Конституции обозначена высшая нация, латыши, русские, евреи, там, второй, третий сорта и так далее. Вот те там мусульмане, негры, арабы, которые сюда приедут, это будут тоже люди второго, третьего сорта или, может, какой-нибудь четвертый, пятый, шестой. Вот вы как представитель высшей нации, что об этом думаете. Спасибо. Ну, что скажете? Давайте с первого вопроса начнем. Откуда деньги для Европейского Союза? Ну, часть этих денег, как всегда, страны скидываются из своего же бюджета. И также есть конкретные источники финансирования Европейского Союза через налоговую систему, через налоги на рубежах Европейского Союза, которые создают бюджет Европейского Союза. Но часть этих денег – это совместный заем, который когда-то надо будет отплатить. Но довольно в долгом будущем. Потому что есть некоторые страны Европейского Союза, которые очень уже сами задолжали. У них долг превышает больше, чем 100% от их государственного продукта. И было ясно, что для этих стран почти нет других возможностей, как совместный долг Европейского Союза. Там есть нюансы, как это должно будет быть оплачено, и насколько это заем также для этих стран, а не только какие-то гранты. Но это уже нюансы. Так что, в принципе, два источника. Это традиционные деньги Европейского Союза, которые, конечно, больше платят те страны, которые более богаты и меньше те, которые получают. Например, Латвия, мне кажется, там получает за каждый евро где-то 3-4 евро. Что означает, что есть какие-то страны, которые платят больше бюджет Европейского Союза, чем от него получают. Но с другой точки зрения, для них открыты возможности экономического сотрудничества. И они в конце концов также выигрывают от того, что они в Европейском Союзе. По поводу второго вопроса, но я себя не ощущаю представителем какого-то высшей нации. Мне кажется, и наша Конституция особенно про это не говорит. Но там действительно очень интересный вопрос, что же подразумевается под вопросом, под именем, под термином «латыши» в нашей Конституции, который появился довольно недавно с принятием преамбулы Конституции, автор которой был нынешний президент Латвии Эггил Слэвит. И, как я понимаю, он хотел бы, чтобы со временем под этим термином подразумевалось то самое, что швед, шведцы или британец, Великобритания или француз. В русском языке это «латвиец» и «латыши», вот есть эта разница. Да, что это гражданская нация, а не этническая нация, что означает, что у каждого, мне кажется, почти каждого, который живет в Латвии, есть очень пестрый бэкграунд, разные предки, там и поляки, и русские, и латыши. Сейчас лавиц работает на том, чтобы латышей еще разделить на земгалцев и так далее. Насколько я понимаю, что все-таки он считает, что латыш – это принадлежность к Латвии, какие-то общие, может быть, параметры, но не более, чем для французов или германцев, где мы также не спрашиваем, что там за люди были в каком-то втором или третьем поколении. Это также одна из таких дискуссий, которая в латвийском обществе была, но она не окончилась. Как же мы смотрим на свое общество? Смотрим мы раздельно на латышей, на русских, на поляков, на белорусов и потом представителей всех этих наций, этнических групп, которые также будут переезжать в Латвию. Смотрим на всех, как на латышей или латвийцев, и каждый может также сказать, что у меня также есть какая-то русская идентичность или еврейская идентичность, и я хочу это сохранить как представитель Мазакум Таутаибас. Нас меньшинство. Так что это также, это очень связанная дискуссия с дискуссией о том, что думать на данный момент про эмиграцию в Латвию, также как же думать о жителях сейчас, этих жителях Латвии, которые живут здесь сейчас. И можно думать по-разному, можно думать по этническому признаку, можно думать по гражданскому признаку. Для меня более близко это гражданская позиция, но в конце концов, как интерпретировать нашу Конституцию, это покажет время и Конституционный суд, наверное. Но в русском языке тоже есть такие термины, как русский еврей, например, или русский грузин, то есть это люди, которые уже приехали. Именно так, да. И для Латвии эта дискуссия началась, но она еще очень долго не окончится. Болезненно, это правда. Мы это слышим и видим. Примем еще один звонок, называйте наушники. Доброе утро. Доброе утро. В Римской империи было такое понятие, как плебей. Это вот типа гражданин, кто с большими ограничениями. Вот Левиц сделал то же самое для русских. Он русских превратил в плебеев. То есть 30 лет мы слышим, что вы не знаете языка. Так надо учить языку. Вы же не хотите учить ватвичскому языку русских. Конкретно к нашей гостю у вас есть вопрос? Вот я уточняю про Левица, что он сделал. Спасибо. Ну, можете ли вы за Левица ответить? Я не знаю. До конца не поняла этот комментарий. Ну, да, это вопросы языков, я уже говорила, они самые болезненные в нашем обществе. Мы делали перед выборами, перед предыдущими выборами в парламенте анкету для общественных меди, партии из Черотова, сортировка разных партий. И также мы посмотрели, как же те, если правильно помню, 60 или 70 тысяч людей, которые запомнили эту анкету и ответили потом на вопросы про их самих, про которые вопросы были самые различные мнения. И вопрос номер один был как раз вопрос языков, особенно обучение в школах, где было видно, что латыши и русскоязычные жители Латвии отвечают абсолютно по-разному. И это независимо от их возраста, что было показательно и интересно. Вопрос номер два был вопрос о том, как относиться к однополым отношениям, бракам и так далее, где видно было очень большая поляризация мнения. Но там принцип был не латыши русскоязычные жители разные возраста, и также Рига и регионы, Рига и диаспора, и регионы. Так что вопрос языков Латвии, как к ним относиться, и насколько что обязательно, что сейчас сделать с новой затеей, левица ехать по Латвии и как-то пытаться поддержать эти какие-то местные, этнические, культурные общества, которые, конечно же, будут настаивать на своих диалектах, например, разные диалекты латгальского, диалекта языка, как мы этого называем, что сделать с либийским ливу, диалектом лива, да. Это даже не диалект, это совершенно другой язык, который похож на эстонский язык, и латыши там ничего не могут понять от этого языка. И что вообще сделать с вопросами языка Латвии, это также еще один очень-очень болезненный вопрос. Я понимаю, почему этот вопрос настолько болезнен для русскоязычного жителя Латвии, но я бы, наверное, не согласилась с той характеристикой, что кто-то хотел бы русских сделать плебеями. Это скорее, насколько настаиваем на знании латышского языка в совместной коммуникации. И это болезненный вопрос, неоднозначный вопрос, но с другой точки зрения это не такой, это не деградирующий вопрос, а про него можно быть в дискуссии. Вот вы упомянули ОГБТ, это как раз-таки вопрос, который тоже мы утверждем сейчас выбора в Рижскую Думу, будет 29 августа, и это тоже такой вопрос, который мы и своим слушателям тоже отмечали, что это тот момент, когда люди как раз-таки не делятся на национальности, и тут даже, например, представители нацсобъединения, Равис Дзиндерс, который там говорил, неужели вы хотите, чтобы здесь радужные флаги висели, и многие, например, русскоязычные жители говорят, что ну да, с ним сложно не согласиться, мы бы, например, не хотели. То есть это тот вопрос, который национальный вопрос убирает и поднимает, ну вот, то есть эта ступенька выше. И это тоже вот у меня в связи с тем же расизмом был вопрос, когда до абсурда доходило, что там название мороженого меняли, в России мы видели, там тоже какое-то мороженое радуга, переименовывали этикетки. Что здесь у нас с этим? Мы видели, что, например, есть там представитель Министерства культуры, господин Путниц, который раньше отвечал за медиаполитику тоже, он уехал в Берлин со своим партнёром, потому что здесь ему там было некомфортно. Ну, Путниц, он приезжает, уезжает, потом опять приезжает, мне кажется, он как раз и, ну, как-то пример того, что в латвийском обществе можно быть очень успешным человеком, который представляет LGBT общество. Это вопрос поколений. Поколений, также опыта за рубежом, потому что мы видим две поляризации по этому вопросу. Это поколение, где для юношей, ну, всё-таки нынешняя поп-культура показывает, что такие отношения для людей, это нормально, это не проблема. Для старшего поколения, особенно за 50 лет, мы видим, что большинство на это смотрят очень плохо. И поэтому, ну, со временем меня, когда будут меняться поколения, как это и происходило в других странах Европейского Союза, и отношение к этому вопросу поменяется. Вторая поляризация – это Рига, и особенно диаспора, и регионы Латвии, где мы видим, что Рига и диаспора намного более либеральны, чем регионы, особенно Латгалия. И, ну, по этому поводу, ну, кажется, что эта дискуссия, да, она важна для Латвии, но там, действительно, там нету этнического параметра, там только возраст, и только какой у тебя опыт, насколько ты видел и людей с иным цветом кожи, иной сексуальной ориентации, и как ты к ним относишься. И всё-таки всё больше людей, знакомых, таких знаковых людей в Латвии, они, у них могут быть какие-то африканские корни, ну, также они не стыдятся своей принадлежности к LGBT community, и чем больше таких людей, чем больше, ну, разные поколения в Латвии их узнают, чем, мне кажется, толерантнее всё-таки к ним относятся. Но всё-таки это действительно очень болезненный вопрос. Но Рига, эти выборы в Риге, она показывает, что, ну, появляется довольно большое число людей в Латвии, в Риге особенно, которым эти вопросы важны, которым также нужна какая-то партия, может быть, и много партий, которые представляют более либеральный взгляд на мир. До сих пор таких партий особенно и не было, поэтому, сейчас уже для этих, ну, для более либеральной части нашего общества появляется какой-то выбор. Вопрос от нашего слушателя. Госпожа Кажико получали ли вы гранты из фондов Сороса? Интересуются наши слушатели. Да, да, фонд Сороса 10 лет назад ещё больше он был представлен в Латвии, чтобы заниматься вопросами верховенства закона исследований про судов или про вопрос интеграции других денег не было, и поэтому я очень, ну, когда благодарна за то, что такие возможности были. Но на данный момент есть много разных возможностей, возможностей делать, ну, те вещи, которые для моей организации важны, которые, ну, соответствуют нашей миссии, и для этого, поэтому на данный момент такой большой нужды нету, и поэтому также и фонды Сороса, они больше представлены в странах Средней Азии, в Африке и других странах, где, ну, эти вопросы как-то более болезненные, где общество сами не могут найти деньги для того, чтобы такие исследования проводить. Так что да, и не стыжусь этим. На этом нам пора заканчивать уже. К сожалению, политолог, руководитель общественно-политического центра Провидус Ивида Кажек была на студии, отвечала на наши вопросы.